Привет! В эфире программа Точка.ру, программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе. А мы такие отдыхаем. Активные и спортивные фото самарцев. Снежная красота на вертолетке и не только. Когда нужно покупать ребенку смартфон? Вай-фай в российских поездах уже совсем скоро. Балерина нестандартных размеров, по улицам шары катались, земля в иллюминаторе видна. Все это и многое другое прямо сейчас. Веселиться отдыхать можно не только на каникулах и не только за накрытым столом. Самарцы любят активный отдых и летом, и зимой. И что уж лукавить, но со снегом этой зимой проблем точно нет. Снежные забавы ищите по геолокациям. Загородный парк, Красная Глинка, площадь Куйбышева, набережная, да и просто во дворах и парках. Санки и плюшки, лыжи и коньки, сноуборды и даже порой неожиданные средства передвижения в очередной раз подтверждают, что в здоровом теле здоровый дух. Ну а всех тех, кто собирается на крещение окунуться в прорубь, отправляем хэштег «Прорубь Самара». Выкладывайте свое фото и видео. Только не забывайте о технике безопасности. Здесь хочется оставить без комментариев чудесные снимки самарского фотографа Максима Камышкина. Они такие атмосферные зимние. Не скупитесь на лайки, друзья. Как же красиво наша Самара зимой! Город украшен миллионами ярких огней. И в который раз почувствовать себя птицами в ночном небе дает своим подписчикам самарский видеоблогер Александр Корягин. И если включить телевизор погромче, подвинуться поближе и немного отстраниться от реальности, ощущение свободного полета над любимым городом непередаваемо. Субтитры делал DimaTorzok Российские железнодорожники планируют в этом году обеспечить путешественников развлечениями и интернетом. Почти в половине поездов дальнего следования до конца года будут установлены точки беспроводного доступа Wi-Fi. Пассажиры смогут получать на высокой скорости мультимедийный контент, а также выходить в интернет. Бесплатного сыра никто не обещает, но говорят, что цены на доступ в сеть будут весьма доступными. Оплата будет зависеть от продолжительности поездки. Будет тариф на 12 часов, 24 часа, несколько суток. Услуга уже тестируется на некоторых направлениях. В принципе, идея неплоха. В поезде, особенно когда очень долго едешь, скучно. Было бы интересно, если бы РЖД предоставляла еще и экраны, как в самолетах. А каждый пассажир мог бы смотреть фильмы в наушниках. Ну и заряжать планшет или телефон в тамбуре уже как-то несерьезно будет. На днях чешские ученые провели ряд исследований в вопросе «Дети и смартфон». Сначала был проведен соцопрос, в котором приняли участие несколько тысяч пар из разных стран. Выяснилось, что 38% родителей дарят своим деткам модный гаджет после 8 лет. Далее социологи обратились за помощью к ученым, которые сообщили, что оптимальный возраст для покупки ребенку первого телефона – это возраст именно 8-10 лет. Также специалисты сообщают, что смартфон можно дарить малышу и раньше, только если он показывает выдающиеся успехи в своем развитии и достижениях. Ну а в конце декабря корейские ученые пришли к выводу, что раннее приобщение детей к смартфонам и планшетам способствует развитию косоглазия или же проблемам со зрением в целом. Так что, дорогие родители, не стоит забывать, что телефон для ребенка должен быть всего лишь средством связи и не более. Мировой интернет вновь задумался над оптическими иллюзиями. Фотография с девушкой, которая, как кажется, на первый взгляд имеет три ноги, набрала тысячи комментариев и репостов. Ну, давайте посмотрим внимательнее. Как вы думаете, откуда у девушки третья нога? Есть какие-то мысли? Так и быть, раскрываю секрет, все очень просто. Позирующая девушка держит в руках вазу, которую, если внимательно приглядеться, можно разглядеть слева от ее коленей. Посетители Челябинского зоопарка засняли на видео выдру, танцующую под балалайку. Только вслушайтесь, выдра танцует под балалайку. Нашу страну точно не победить. В сети сейчас набирают популярность видеозаписи, на которых 15-летняя американка блестяще исполняет балетные па, не хуже остальных своих сверстниц. И девочку совершенно не смущают ее пышные формы. Как выяснилось, Лиззи занимается танцами с 5 лет и с удовольствием выкладывает записи своих выступлений в Инстаграме. Пользователи в восторге. Пишут, что пример девочки их вдохновляют. Просят не бросать танцы и начать профессиональную карьеру. 14 января российский космонавт Олег Новицкий завел Инстаграм, в котором уже успел поделиться первыми фотографиями с МКС. Всем привет. Я космонавт Олег Новицкий. На ближайшие 4,5 месяца моим домом будет Международная космическая станция. На своей страничке в Инстаграм я буду рассказывать о работе нашего экипажа. Снимки выхода в открытый космос, запуск наноспутника, празднование Старого Нового Года с иностранными коллегами и внутренний быт космической станции. Если все это вам интересно, смело подписывайтесь. По улицам Саратова третий месяц катаются бетонные шары. Городские СМИ и местные жители следят за перемещениями этих арт-объектов в режиме реального времени. 150-килограммовые железобетонные шары плохо прикрепили к постаментам. Эти элементы декора установили, чтобы ограничить въезд машин на пешеходную улицу Волжскую. Но в итоге шарики сами стали арт-объектом. В прошлом году бетонные объекты срывались со своих мест 4 раза, а в этом 3-жды. Шары добирались до клумб, катались по дорогам и достигали парапета. Так сказать, в Саратове шаром покати. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, Твиттер, Инстаграм, группа ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok